Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! С вами Вячеслав Котляров. Харькове, 9 часов 22 минуты. 12.12.2016 года. На просторах интернета можно найти много чего интересного не очень. На глаза попался мне ролик, пожалуй, самый эпичный фейк Славы Котлярова. И вот я хочу обратить внимание, но это не человек. Это из разряда космонавтов. Существование богов, даже слово неправильное, не то, что не верит, а он не знает, что не существует, значит биоробот. Вот, ну, пришло время, это, наверное, будет первая ласточка. Разоблачать биоробота на самом деле очень легко. Вот если у биоробота спросить, каким макаром 21 сентября 2014 года появилась эта запись, давайте я даже попробую включить. Знаете, ваш мир похож на улей. И в нем много-много сот. Они все закрыты, а это было немножко прескрыто. И я зашел. То есть, вот даже если допустить, что есть какой-то оригинал, вот давайте логически мыслить. Но в 2014 году находится человек, который перезвучит оригинал и все равно в 2014 году говорит про улей. Но вот есть люди, которые логически мыслят. Первое. Я выложил ролик, который скачал. Это раз. Ролик датинораунд в 2014 годом. Даже если ролик и переделан. Про улей говорится в 2014 году. Но биоробот Донкосат, он не ответит. Но он ответит за то, что, как говорится, в нашей ячейке из-за таких биороботов гибнут люди. То есть, один выводит из трясины, а другой обратно запихивает. Вообще, если вот так вот просто время жалко тратить, если вообще все разоблачения посмотреть, то там вообще полностью все дурдом. То есть, биоробот отталкивается исключительно от официальных знаний, которые ему запрограммировали. Самое большое разоблачение, что Донкосан это не человек. Ну, согласитесь, если человек честно разоблачает другого человека, он что делает? Он называет свое имя, фамилию, показывает лицо. В противном случае это ну, фрик. Наверное, не нанятый, просто человек, который в своей жизни ничего не достиг, никому не нужен. Вот. И увидел на просторах интернета, что появилась светлая душа, которая пытается пробудить. И снимает ролики в кавычках разоблачения. Кстати, Донкосан, по непроверенным данным, а если это выяснится, то, как говорится, не поздоровится такому юному разоблачителю. После твоих роликов шесть человек, мы уже покончили с суицидом. И, скорее всего, дальше будет ужасной трагедии. Поэтому, ты уже накормовал столько, что даже и не снилось. Сейчас кто-то ляпнет. А может, после твоих роликов, котляров, люди заканчиваются с суицидом? Нет. После моих роликов, люди и человеки не могут заканчивать с суицидом. После моих роликов, люди оживают, расцветают. Вообще, надо, чтобы люди знали, как обстоит дело. Почему? Потому что, ну, мне говорят, ты не обращай на них внимания. как не разоблачить? Все. Вот самое уникальное разоблачение. Еще раз повторю. В 2014 году, вот, смотрите. Ролик был залит на YouTube. в этом ролике было сказано. Пчелины улей. Или, кто-то скажет, что я, ха-ха, еще в 2014 году перемонтировал дорожку и залил этот ролик на YouTube. Обращаюсь к здравомыслящим людям. В 2014 году уже кто-то сказал про улей. И не важно, переозвучил он ее или не переозвучил. Важно, что человек еще за два года уже говорил про истинную модель нашей планеты. А вы, как говорится, те, кто с фанатизмом слушает этого мошенника, задумайтесь, стоит ли свою жизнь уничтожать. Ведь у последней черты каждый из вас прозреет и поймет, что Котляров озвучил истинную правду. И сколько будет вас ненависти к этому шифрующему фрику, который вас водил за нас. Да, извините, уважаемые слушатели и зрители, нужно было этот, скорее всего, ролик снять, потому что, я уверен, что нашлось много людей, которые подумали, что я этот ролик смонтировал. Вот, еще раз обращаю внимание, 2014 год, и не важно, переделали этот ролик или нет, важно, что человек в 2014 году за кадром говорит, что земля наша пчелины угли. Как это теперь можно разоблачить? Нет, мы это разоблачать не будем. Значит, меня обвинил скрывающийся штрих во лжи, несмотря на то, что он прячет, боится свое лицо и свою фамилию, еще никто в моей жизни не уходил от ответа, я как Монте-Кристо положу всю свою жизнь на то, чтобы биоробот ответил за свое злодеяние и за свои преступления, потому что, в моем понимании, если мне кинул даже биоробот предъяву, он должен либо доказать, что я не прав, либо ответить по всей строгости наших небесных канонов. Но, как вы понимаете, опровергнуть запись, которая была залита в 2014 году, невозможно. YouTube подделать нельзя. Ну вот, чуть позже обратил на комментарий, и я его тоже засниму. Человек под роликом Дан Касана показывает, что Слава дал ссылку на оригинал, который был опубликован в 2014 году, и пишет дальше, не зная, что за бред про Ули говорится в том ролике, и кто это придумал, но факт остается фактом, что запись была отредактирована. Возможно, отредактирована не Слава, а возможно, и им в давнее время, ведь он говорит еще в 90-х годах про Соты знает. Другие пытаются его поймать на лжи, что он Соты взял западных блогеров для другой информации. И вот смотрите, засунул себе язык, неизвестно куда Дан Касан, и почему он не прокомментировал, что запись 2014 года. Вот смотрите, как этот лжец Дан Касан вводит людей в заблуждение. Это самый настоящий преступник. То есть, видите, есть запись 2014 года, а есть в кавычках разоблачитель. Поэтому он всех не просто в заблуждение ввел, а совершил преступление. Ну, а по поводу западных блогеров, я сам ищу информацию, иногда мне скидывают, чтобы найти, что кто-то понятно, объемно объяснил про сотовую модель. Но найти, скорее всего, не получится, потому что ту развертку, которую я дал, во-первых, может только славяно-язычный человек, а во-вторых, только человек. А с вами был Вячеслав Котляров, буду готовить нормальные ролики, информативные, всего вам доброго, спасибо, что слышали, слушали, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok